Каждый человек, который увлекается парфюмерией, знает о таком магазине, как randewoo.ru Это интернет-магазин оригинальной парфюмерии и косметики Если вы приобретаете что-либо на randewoo.ru, примените мой промокод 10парв И тогда ваша покупка станет еще дешевле на 10% Главное соблюсти одно условие Надо, чтобы в корзине было продукции больше, чем на 2500 рублей И тогда, даже если в вашей корзине будет что-то уже по акции Уже со скидкой все равно Дополнительная скидка по моему промокоду 10парв, он на экране, сработает Правда, есть бренд-исключение, Marc-Antoine Barua Но зато на все остальное никаких исключений нет randewoo.ru Это регулярные, постоянные акции и скидки Это какие-то специальные предложения Это дни брендов Это уникальная возможность познакомиться с различными ароматами Если вы приобретаете их в аромабоксах Аромабокс это наборы из 8 пробников по полтора миллилитра Разделенные по времени года По знакам зодиака По брендам В общем, заходите на randewoo.ru И выбирайте сами И осматривайтесь Находите, что вам нравится И приобретайте, не забывая про мой промокод Если вдруг возникнут какие-то вопросы Вы всегда можете задать эти вопросы Поддержки randewoo Либо в мессенджерах, либо позвонить по телефону И еще один есть важный момент Можно платить не сразу А разбив платеж на несколько равных частей И это удобно на самом деле Удобно для того, чтобы наши хотелки парфюмерные Как можно скорее оказались у нас дома randewoo.ru Не забывайте про промокод 10PARF Дорогие друзья Где-то здесь он должен стоять Окей Дорогие друзья Это канал Парфюм Фомэн Меня зовут Алексей И я не один И меня зовут Алексей Его зовут Алексей Сегодня в гостях у нас бородач Ты с бородой, кстати? Да, я с бородой С бородой Я не могу сбрить бороду Потому что тогда все подбородки будут видны Ну, не знаю Например, Алену Абину Это не смущает Откуда ты знаешь Может, ее смущает Она легко сбривает свои бороды И ничего, нормально все Значит, какой сегодня будет у нас с тобой сценарий? Какая задумка? Не знаю Смотри Я придумал такой сценарий Естественно, феерический Я тебе буду читать пирамиду аромата Ты, конечно же, какие-то ноты можешь не знать Вообще не понимать, что это означает Ну, если там будет персик, ты поймешь, что такое персик А если там будет ногормот, ты не поймешь Не важно Я тебе читаю пирамиду аромата А после этого ты предполагаешь, как это должно пахнуть Вот ты мне рассказываешь, ну, сладко, не сладко И предполагаешь, понравится тебе или нет После этого я тебе даю попробовать этот аромат Ты говоришь о том, совпал ли твои предположения с реальностью Даешь оценку этому аромату Нравится, не нравится После этого я тебе показываю флакон И ты говоришь, нравится тебе флакон или не нравится То есть оцениваешь флакон с точки зрения себя Как человека, имеющего отношение к изобразительному искусству Все понятно Назовем это искусством Назовем это так Итак, Алексей Александрович, пока произнесите какое-нибудь вступительное слово Поприветствуйте публику А я вам зачитаю пирамиду первого аромата Уважаемая публика, я давно с вами не виделся Я, честно говоря, уже отвык от всех этих запахов Я вообще обоняю эти запахи Ну вообще любые парфюмерные запахи Сейчас только со своей супруги и в лифте Когда кто-то там ездил Алексей Александрович, верхние ноты Кардамон, имбирь, бергамон Средние ноты Корица, мира, это такая смола Кофе Базовые ноты Табак, ваниль, бобы, тонка Бобы, тонка это разные Я думал, бобы, тонка это Ну, слушай, на самом деле Я пытался выяснить, как говорить правильно Тонка или тонка Даже посмотрел какой-то ролик От человека, который является не только любителем парфюмерии Но и лингвистом И он как-то говорил, что тонка Я запомнил, что где тонка, там и рвется Там и рвется Нет, я запомнил, смотри, что я запомнил Я запомнил табак Я запомнил ваниль И я запомнил что-то еще клевое, о чем мне нравится И мне кажется, что мне понравится этот аромат Ты думаешь, что он тебе понравится? Как ты предполагаешь, что он должен пахнуть? Ну, он должен пахнуть так благородно достаточно Густо ты имеешь в виду? Густо, да, как-то богато Благородно Может быть не богато, а скорее в сторону утонченности Может и богато это можно назвать, я не знаю А, такая элегантная роскошь Может быть не роскошь, может даже элегантная сдержанность Знаешь, как бывает такое дорогое пальто Оно же не скажешь сразу, что оно роскошное Но видно, что оно такое прям хорошее и сидит хорошо Сразу не скажешь, но видно, что роскошное Тебе понравится, а вот я все равно не услышал от тебя Ты думаешь, это будет пахнуть как? По настроению я понял, а по звучанию сладко? Нет, 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 посмотри, нет Я думаю, что это будет вот как раз смесь табака и кофе А ваниль там еще есть? Ваниль, она такую будет нотку давать, скорее всего Горчинку такую, да Ваниль наоборот, сладинку скорее дает Ну нет, вообще ваниль может дать и горчинку Она может быть кондитерская Там видишь, там еще имбирь, вот это вот, все вот эти специи Они тоже как-то добавляют такое, как сказать-то Ведь специи, они же и делают вкус блюда То есть есть базовое какое-то блюдо А всякие специи, они как раз и дают индивидуальность блюду То есть когда, например, ты готовишь какой-то рис без специй Ну, это очень диетическая хрень А если туда добавить специи, это уже блюдо Это уже 500 рублей Это уже 500 рублей, да Отвергись, я набрызную Давай, набрызнай Я набрызную Так Ну понятно, что мы сейчас будем слушать только верхние ноты А раскрытия мы не будем чувствовать Но, уважаемые леди и джентльмены Это все-таки у нас развлекательное шоу Слушай, я ожидал совсем по-другому, что будет пахнуть Не совпало с тем, что ты ожидаешь? Пока не совпадает А не совпадает, ну что? Потому что... Нет, я не чувствую ни табака, ни кофе Я уже как бы готов был И ваниль я не чувствую Но они там глубже где-то скрыты А что ты чувствуешь? Что я чувствую? Да Я чувствую какой-то более такой кисловатый запах Чем я ожидал Кисловатый? Но не кислый? Нет, не кислый, нет, конечно Это не кислотина Нет, нет, это не кислятина вообще Но я просто ожидал другое Ну хорошо А то, что ты... А вот сейчас пошло что-то Пошло табаковое Но все равно я ожидал Немножко другой запах Ты разочарован? Я... А это всегда так Когда ты ожидаешь чего-то одного А потом тебе подсовывают другое Пока ты не привык И сначала ты прямо как будто у тебя Отторжение идет, да? Потом ты такой А может быть и ничего Нет, ну бывает и наоборот Ты ждешь не сильно там чего-то Вернее, не так Ты, может быть, чего-то ждешь Но пробуешь У тебя не совпадает Но то, что ты попробовал Тебе нравится даже больше Так тоже бывает Нет, сейчас пока так нету Хорошо По десятибальной шкале Ну, видишь, оно не раскрылось Поэтому я не могу сказать Ну давай поставим там 6-7 6-7, хорошо Спасибо большое Спасибо Давай покажу флакон Ты его оценишь с точки зрения Художника все-таки А что ты смеешься мне? Ну, слушай, потому что он розовый Ну, во-первых, он не розовый Ну, а какой? Он маджентовый Маджентовый Он маджендо Тебе нравится флакон? Флакон? Давай начнем с форм-фактора Нравится ли тебе форм-фактор? Флакон Я вообще не ожидал, что такой будет флакон Я прям ожидал что-то такое джентльменское больше По пирамиде, наверное, даже больше Вот Я, видишь, сразу откинул вот эти все Как бы сопровождающие ноты Взял вот это Вот то, что у меня в голове застряло Да? Табак, кофе и чуть-чуть ванили Ну, флакон-то нравится Мне кажется, что он тоже не подходит Ни к тому, что я себе представил в первую очередь Ни к тому, что я и нюхаю в итоге Ну, слушай, ну, это девчачий флакон Мне он не нравится А если бы он был черного цвета Он бы был мужским? Нет, потому что у него, видишь, какие обтекаемые все формы Даже вот эти вот формы, да, вот эти вот грани Они не прямые, а такие как бы скругленные Ну, что же, давай перейдем к следующему аромату Верхние ноты Вишня Малина Апельсин Бергамот Ну, ты все знаешь Ну, фруктовое все, да Ягодное даже больше Средние ноты Карамель Уже знакомый тебе, но неизвестный Иланг-Иланг Жасмин Роза Зеленые листья Базовые ноты Ваниль Сандал Бензоин Мускус Пачули Слушай, ну, это что-то женское, мне кажется Думаешь, женское? Ну, смотри, ягодные Цветочные Карамельные Карамельные, да И мускусы Ну, мускус, в принципе, он такой универсальный Наверное Ну, да Мне кажется, что это что-то женское должно Мне кажется, это каким-то лесом должно пахнуть Лесом? Ну, смотри Ягоды, цветы Ну, а карамель Карамель Хрен знает, кто-то потерял Ну, вот То есть ты предполагаешь, что, скорее всего, этот аромат Тебе может понравиться, но он будет в женскую сторону Поэтому ты его будешь оценивать как аромат Ну, как просто аромат, не для себя Вот Что касается вот самого звучания Если в первом случае ты по пирамиде говорил, что это, наверное, какое-то такое благородное звучание Какая-то вот такая вот сдержанная роскошь Не напоказ То здесь, ты думаешь, что будет? О, фиг знает Здесь, мне кажется, будет что-то такое Не знаю У меня почему-то слово скромненькое в голове Но не в том смысле, что убогонькое, да? А в том смысле, что не кричащее такое Как бы сдержанное Решил там копаетесь А понимаешь, у него немножечко такая неудачная юбка Ещё и юбка у него неудачная, господи Подожди, сейчас немножко разойдётся Слушай, ну подожди, нет Пока немножко химозно Химозно тебе? Что означает химозно? Опиши, пожалуйста Химозно, значит, неестественно Ну, то есть, как будто бы, ну, как сказать Опять я сейчас скажу грубо Ну, как вот у воздухоочистителя, а не как ягоды это пахнет Хорошо, ладно Ну, да, вот сейчас пошла вот эта вот сладость всё-таки Сладость кислости, да? То есть, вот Что это? Малина, вишня Ягодная кислость Ягодная вот эта вот вся Ягодная сладость, кислость Цветов я пока не чувствую А карамель чувствуешь? А карамель чувствую сейчас Ты сказал, сразу я почувствовал Я очень ведомый Нет, я просто тебе напомнил, что там есть Карамель я чувствую Карамель, кстати, неплохая Не вот, как это Дунькина радость, а такая Получше Потемнее, наверное, не знаю, как это сказать Как Дунькина горе Как Дунькина горе, да Ну, такой нейтральный, на самом деле, аромат Тебе нравится или нет? Мне кажется, он неплохой, но Он и не сильно яркий На самом деле, он очень сильно трансформируется И мы сейчас этого не дождемся Потому что, невзирая на такой вот достаточно Может быть, отчасти феминный стат Он трансформируется настолько сильно, что Ближе к концу он становится, знаешь, таким древесным И как будто вот эту древесину пропит... Причем древесина такая, знаешь, подгорелая Такая подкопченая И как будто эту древесину пропитали таким ванильным сиропом С горчинкой И чуть алкоголь даже какой-то чувствуется мне Ну, слушай, ну тут... И он прям сильно меняется И ты все равно описываешь Мне кажется, что женщинам все равно такой больше аромат подходит Вот по твоему описанию Я, когда мы... Сейчас прям карамель поперла, видимо, до средних мы дошли Когда мы с моей сестрой отправляли маму в отпуск Я пошел забирать путевку А путевку я забираю у нашей... Они, не знаю, ты знаешь Машу Никольникову или нет? Ну, я... Ну, ты понимаешь, о ком идет речь, да? Вот, я был в этом аромате И я зашел А Маша работает не одна с Татьяной Михайловной Татьяна Михайловна говорит Кто это к нам зашла? Вот, и Татьяна Михайловна и Маша говорят Какой приятный аромат То есть им, обеим, понравился... Аромат на тебе Да, 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 да Вот, и они спросили, что это такое Я говорю, как вы его чувствуете? Они говорят, ну, классный, прикольный И они говорят, ну, нам кажется, что он прямо унисекс И нам тоже может подойти Ну вот, видишь? Да, но они его считали как унисекс Может быть, не хотели меня обижать А вообще позиционируется он как мужской? Как унисекс Он позиционируется как унисекс Совпало ли здесь твое ожидание С тем, что ты услышал? Дальше Вот, и он стал даже поинтереснее Ну, в смысле, поинтереснее, чем я предполагал Сколько ты ему баллов? Здесь больше сыграло как раз то, что я получил Как бы немножко... То, что ожидало, то, что получил У тебя больше совпадений, да? Да нет, 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 даже получше, чем я ожидал А, даже лучше, чем ожидал? Я же тебе и пытаюсь это объяснить Так я туплю А сколько баллов ты ему поставишь? Я думаю, что семерку Семерочку? Да, прям семерочку такое, знаешь, как печерга Но вот это не очень понравилось 6,5 Это очень понравилось семерочку Нет, мне не очень понравилось Мне просто понравилась семерочка Хорошо Как ты себе представляешь? Я просто не хочу обижать этот флакон Ну ладно, я тебе покажу флакон Давай Ты его себе тоже как-то представил? Да нет, фиг знает, никак не представил Ладно, вот так он выглядит Ух ты Забавно Вот так выглядит флакон А, ну это, собственно, вот это вот как раз горелое дерево Про которое ты говоришь А это, слушай, тут флакон никак не отражает звучание ароматов Ты знаешь, все равно как-то отражает Ну, а вот как вообще флаконы делаются? Ты дослушай меня до конца. Дело в том, что у всей линейки одинаковые флаконы. А пахнут по-разному. А пахнут абсолютно по-разному. И тоже у вас деревянная крышка, да? Да, все один к одному. То есть они все флаконы выглядят одинаково, поэтому здесь не надо притягивать крышку к звучанию аромата. А тогда вот как работают дизайнеры, когда они флакон делают? А это нишевая марка. Они здесь один раз поработали, и все. И уходите. Это у люкса каждый аромат продумывается, как будет выглядеть флакон у всей линейки и так далее. Короче, возможно, я сейчас с пирамидой на чудю, но все равно по звучанию где-то они близки. Вот сразу говорю, что сейчас я могу сильно лажануть, а потом я объясню, в чем, собственно, лажа. Итак, смотри. Верхние ноты. Юзу. Юзу – это такой цитрусовый фрукт. Лимон. Зеленый перец. Возможно, немножко не от этого аромата пирамида. Водные ноты. Это средние уже. Водные ноты. Лотос. Водяная мята. Зеленые ноты. Базовые ноты не сушкедр. Почему-то откуда такие понты? Почему нужно обязательно розовый перец? Я не знаю. Водяная мята. Потому что розовый перец, он пахнет не как черный перец. Ну, не как черный перец. И красный перец. Водяная мята. Обычную мяту нельзя положить? Нельзя положить, потому что обычная мята, она такая. Есть перечная мята, она другая. Как бы здесь все, ничего сложного нет. Ты же не возмущайся, почему вот это вот апельсин, а это мандарин. Что, нельзя сказать, что это апельсин, который легче чистится? Ну, нет. Ну, вот. И здесь точно так же. Хотя, конечно, мандарины, поэтому и вкуснее, что они легче чистятся. Готов? Готов. Расскажи мне, как ты себе представляешь. Подожди, слушай, я запомнил только лимоны, а потом... Смотри. Йозу, лимон, зеленый перец, водные ноты, лотос, водная мята, зеленые ноты, мускус, кедр. Никак себе не представляю, только вот кедр себе представляю. Свежий кедровник. Понимаешь? Или, например, там бывают фруктовые ноты в пирамиде, бывают фруктовые ноты. Нет, но здесь очевидно, что будет свежий, раз ты сказал, что водные это свежие, там будет лимон, там будут какие-то цитрусовые, там будет мята. Все это прямо такое полезное, целебное и в нашей экологии бодрящие. А вот это, то, что ты сейчас перечислил, оно ближе будет к мужскому звучанию или к женскому? Или унисекс? Мне кажется, унисекс. Мне кажется, да. Подойдет и туда. Представил себе, как это должно звучать? Представил, да. Отворачивайся. Свеженько. Вот. Прям. Даже и не поднося к носу, я почувствовал все эти цитрусовые. Ну, прям цитрусы сначала, да. От свежести чутку? Которые хорошо чистятся. Больше цитрусов. Ну, понятно, что цитрусы, они все время же свежесть добавляют. То есть, как бы, все эти апельсиновые соки и все-все-все. Кортовые, я так понимаю. Чёртовые, да. Я бы хотел, чтобы сейчас вот второй нот открылся вискарь там под этим апельсиновым соком. Слушай, кстати, интересная мысль. Если бы вот здесь действительно что-то такое алкогольное, какой-нибудь, знаешь бы, аккорд бы здесь такой можжевеловый, такой джентониковый, если бы. Да, джентониковый. Да, прикольно было бы, да. Не совпало с тем, что ты представил, но нравится. Нравится больше, чем ты себе представлял или меньше? Вообще, я просто по-другому себе представил. Хорошо. Тогда скажи так. Сколько баллов ты ему ставишь? Да тоже семь, я думаю. Семь. Семь. Этот аромат звучит просто или всё-таки непросто? То есть, он как бы как-то дёшево звучит или, я не знаю, слово благородное на применительных свежегам не очень? Понятно, непонятно, потому что пока вот я слышу, что цитрусы всё забивают. Вот этот верх, он забивает всё. Ну, я здесь с тобой не соглашусь, потому что я здесь... Ну, я чувствую здесь... Ты же пронюханный. Нет, я и безотносительно не только цитрусы здесь чувствую. Ну, ладно, давай. Вот так выглядит флакон, пожалуйста. Ну, слушай, ну, а мяту я не чувствовал здесь, например. Я оставлю все ссылки на вот эти вот ароматы в описании к ролику. Флакон мне нравится, он прям прикольный. Он прикольный, потому что у него необычная вот такая форма, динамичная какая-то, видишь? Я-то вижу. Ты-то видишь. Вот. Такие выпуклости неожиданные, такие впуклости и прочие какие-то штуки. Прикольный, да. Хорошо. Ты не видел никогда такой флакон? Я такой флакон нет, не видел. Не видел. Да. Готов? Итак, верхние ноты. Цитрон. Ну. Альдегиды. Что такое альдегиды? Химия какая-то. Ну, да, это химические соединения. Средние ноты. Жасмин. Базовые ноты. Тиковое дерево. И амбр. Амбра, которая янтарь. Я понимаю, да. Янтарь. Не кашалот отрыгнул, а амбра, которая янтарь. Да-да-да, я понял. Слушай, мне кажется, что мне такое должно понравиться. Во-первых, такой он даже, можно сказать, аскетичный, поскольку нот не так много, да? Вот. И, ну, дерево со смолой, мне кажется, должно понравиться мне. Ты ожидаешь его мужским или женским? Я ожидаю почему-то мужским. Мужским. И ты думаешь, что он тебе понравится? Да. Дерево, смола, да. Представил, да? Ну, только мне кажется, что я могу не донюхать до него. Ну, не дождаться, когда это все откроется. Давай, отворачивайся. И мы нанесем четвертый аромат. Всего в этом ролике будет пять ароматов. Ну да, даже вот с самого начала он звучит так, как не принято говорить, в нашем обществе прикольно. Тебе нравится? Угу. У тебя совпадают с тем, что ты представил себе? Пока нет. А хуже или лучше? Ну, мне нравится, ну, вообще не то. То есть, я пока не чувствую ни смолы, ни дерева, но я жду, когда это все откроется. А что там наверху, я забыл, там жасмин в середине, да? Наверху цитрон и альдегиды. Альдегиды, они дают воздушность, такой объем, они прям вот распространяются. Причем они еще имеют свойства, и в частности в этом аромате, на бумаге не сильно себя показывать. А когда они будут на коже, они прям вот всю свою мощь отдадут. Слушай, оно тут тоже вначале цитрусовые, как вот у Кенза был, да? Но другие, они по-другому как бы воспринимаются. Как будто бы здесь прямо сочные какие-то такие цитрусовые у Левкенза, а здесь, да. Тебе напомнит целиком все? Воздушные. Да я помню, там дальше жасмин идет, а потом... Потом тиковое дерево и амбра, да. Амбра, да. Но я пока ни цветов, ни дерева не чувствую. Хочу, чтобы почувствовал. Хорошо, давай тогда, пока мы ждем, почувствуешь ты или нет, скажи, он женский, мужской? Унисекс? Не могу сейчас сказать. Мне вот пока кажется по верхним нотам, что унисекс. Унисекс, хорошо. Ну, мы и рассуждаем, отталкиваясь от того, что ты чувствуешь. Он унисекс. Без уклона в какую-то сторону, мужскую или женскую. Просто унисекс. Хорошо. Тебе нравится, но не совпадает с тем, что ты себе напредставлял, потому что ты не чувствуешь вот этого дерева и амбры. Ты чувствуешь что-то легкое. Окей. Скажи, пожалуйста, он для тебя воспринимается как, опять же, какой-то легкий аромат, свежий, но при этом сложный, как бы непростой, дорогой, как то пальто, про которое ты рассказал вначале. Или что-то такое вот, типа, из, не знаю, магнит-косметик. Не будешь дальше... Ну, дерево. Дерева особо не будет, могу тебе сказать. Не будет, да? Да. И смолы не будет? Ну, очень условно. Мне кажется, что он приблизительно таким и останется. Таким и останется, да? Я его чувствую приблизительно таким и дальше. Повел ты меня, аромат. Хорошо. Значит, у тебя не совпало, но тебе понравилось. Слушай, а я хочу теперь кензе понюхать. Там же тоже, по идее, должно быть. Ну, понюхай, понюхай. Ну, он как будто подвыдохся немножко. А он достаточно летучий. Легкий, да? Да. Ну, нет, здесь я тоже не чувствую дерево. А там есть дерево вообще в кензе? Или оно вот здесь я должен чувствовать? Здесь в Анджело Дефиле. О, а вот это офигенный теперь стал. Здесь как раз карамель, что-то такое. Давай ему в конце попасться на перенюхаем, а то мы сейчас собьемся. Давай, все. Итак, который ты сейчас нюхал, тебе понравился. Для тебя унисекс. Не совпало с тем, что ты предполагал, но это не повлияло на то, что он тебе вау, как понравился. Это вау. Ну, не вау. Но все равно. Видишь, я теперь понюхал этот. Я тебе говорю, что не надо пока. Да, мы в конце их все поперенюхаем. Ну, он неплохой, да. Сколько баллов? Неплохой, но мне кажется, что он больше все-таки сейчас в мужскую сторону стал. В мужскую. Да, да. Давай тоже 7,5. 7. Это хорошая оценка. Да. Значит, я всем говорю о том, что этот аромат абсолютный унисекс. Он идет как женский. Держите, Алексей Александрович. Но он звучит абсолютно как унисекс. И в некоторые моменты он звучит действительно с уклоном в мужскую сторону. И вот когда ты знаешь о том, что это женский Chanel Chance of Fresh, здесь в концентрации Eau de Parfum, он абсолютно унисекс. И местами действительно прям в какую-то мужскую сторону. 7,5 – хорошая оценка. Что скажешь по флакону? Слушай, ну, по флакону я не такое ожидал увидеть. Опять же, ну, это прям женский флакон. Да, я бы такой себе на туалетный столик не поставил. Ну, а если безотносительно тебе нравится дизайн, вообще как все придумано? Да, мне нравится, потому что, ну, как бы, круги – это всегда хорошо в дизайне. Ну, слушай. Значит, верхние ноты. И, между прочим, сейчас мне для тебя будет такая приятная информация. Да. Верхние ноты. Грейпфрут, не роли. Мандарин, петитгрейн. Опять цитрусы. Ну, и только. Ну, такие погорче. Не только. Средние ноты. Водные ноты. Теперь я знаю, что это. Морские водоросли. Ага. О, прикольно. Розмарин. Неожиданно. Базовые ноты. Вирджинский кедр. Амбра. Вирджинский кедр. То есть ты мне прям все деревяшечки какие-то привез сегодня в основном. Но, тем не менее, они звучат все по-разному. Звучат, подключат. А древесные ноты в базе, они очень часто бывают. Поэтому здесь, знаешь, даже если бы не старался, так оно бы и было, да. Ну, что, рассказывай. Что ты ожидаешь услышать? Слушай, ну, здесь я ожидаю больше таких, каких-то горьких цитрусовых, в отличие вот от этих двух ароматов. То есть мне кажется, он должен быть более такой горький растам грейпфрут. Ну, а вот там же, помнишь, еще есть морские, водные ноты и морские водоросли. Слушай, морские водоросли я вообще очень плохо представляю себе в ароматах, потому что это очень... Ну, я могу тебе помочь. Это же типа, давай, помоги. Из морских водорослей ты можешь хорошо знать морскую капусту. Да. Вот я и говорю, что представить себе в аромате морскую капусту я не могу. Ну, почему? У меня сын очень любит вот эти вот сушеные водоросли, которые японцы жарут такими большими листами продаются. Таким называется? Ну, это морская капуста, да, ким. Не. А, да? Это тоже, что ли, морская капуста? Которая, такими пластами, да, в которую заворачивают. Это ким. А, ну вот. Ну, я себе что-то не очень представляю, как... Вот, если бы я уронил на себя морскую капусту, да, я бы постарался побыстрее от этого запаха избавиться. Понимаешь? Понимаю. Думаешь, тебе понравится как это? Вообще, как ты себе представляешь? Это свежо, горьковато, ты сказал, Димашка. Да, это, скорее всего, горьковато. Горьковато. Кисловато, салоновато, раз там морская... Салоновато. Морская вода и водоросли, да. А, морской воды там нету, там не просто водные ноты. Вот. Что-то такое морское, видимо, да, скорее всего. Мужское, женское, думаешь? Скорее, на мужское больше похоже. Ну, все представил? Или еще что-то скажешь? Ну, примерно представил, да. Дорого-богато будет звучать или повседневно? Нет, повседневно это не будет звучать, это будет звучать... Не знаю. Мне представляется по нотам какой-то морской волк. Хорошо. Отжига Лондона был. Отворачивайся. Морской волк, жрущий грекцов. Держи. Пока мандарит. Но горькая. Слушай, а вот опять же, вот я очень порадовался, что ты сказал, что должно быть как-то солоновато. Я прямо вот здесь солоноватость чувствую вот прям с самого начала. Ну, может быть, да. Да. Вот какой-то... Причем тоже... Слушай, прям какая-то даже спиртовая какая-то она. В смысле спиртовая? Ну, я не знаю, какая-то... Солоноватость? Нет, вот я теперь почувствовал водоросли. Ну, наверное, сначала мне этот... Все-таки же... Основа ты имеешь в виду? Да, основа химическая. Бахнула мне, да, спиртовая, точнее. Да, чувствую водоросли. Интересная такая штука. Интересная, да. Необычная. Не совпала с тем, что ты думал? Ну, она, конечно, получше. Не так, как если бы я на себя морскую капусту уронил. То есть лучше, чем ты себе представлял, да? Да, да. Тебе этот аромат приятен? Он тебе нравится? Да. Он мужской или женский? Мне кажется, мужской. Мужской. Он такой солоноватый свежачок или такой серьезный подвечерок? Даже, наверное, подвечерок больше подходит. Подвечерок больше подходит? Да. Ладно. А образ какой ты можешь описать? Джентльмены, которые носят этот аромат. Это какой-то молодой парень или мужчина в возрасте? Не в возрасте, а такой нормальный мужчина, такой зрелый. Кэжуал или спортивная одежда. Мне кажется, здесь кэжуал подойдет. И такой мужчина, который... У него есть какой-то вкус ко всему. Что у него, знаешь, не будет, что попало, жрать. Не будет, что попало, пить. Не будет, во что попало, рядиться. Знаешь, как я. Вот тебя встретил. Не для тебя аромат. Не для меня явно аромат, да. Я наделал, чтобы первая под руку подвернулась и пошел. Сколько баллов ты ему поставишь? Этому, наверное, я поставлю, наверное, восьмерку. Ну, потому что неожиданно. Он лучше всех у тебя в твоем рейдинге? Ну, надо все перенюхать. Это мы сделаем. Да. Потому что я думаю, что вот... Хорошо. Мне очень понравился в итоге. Подарок. Хер тебе. Прикольно выглядит. Мне тоже очень нравится. Прямо прикольно, да. А он вот так должен на столе лежать, да? А вообще у них... А по-другому он никак не... Нет, у них... Я знаю, что у тестовых версий есть подставки. Ну, чтобы в магазине они все-таки стояли, а не лежали, да. Но когда ты покупаешь себе домой, подставки такой нет, и он вот так вот лежит, да. Да, здорово. Мне нравится. Вот. Мне нравится, и мне кажется, что вот этот из всех больше всего подходит к запаху. Запах соответствует... Запах соответствует внешнему виду, потому что здесь есть что-то такое... Ну, понятно, что цвет морской, да. Есть что-то такое от камня, который водой... Ошлифовался. Ошлифовался, да. И видишь, за счет того, что он лежит, вот этот вот большой пузырь, он все время, когда ты берешь его в руки, он прям двигается, и вот это такое морское движение есть, когда волны накатывают. Ну, я-то вижу. Прикольно. Ну, мы-то понимаем. Ладно, хорошо. Давай перед тем, как мы перенюхаем все ароматы, поставим оценки за дизайн флаконов. Вот просто без... Ну, мне нравится больше всего вот это. Я имею в виду сейчас не то, насколько аромат соотносится... А просто дизайн флакона безотносительно. На первом месте у тебя какой дизайн? Вот, последний. Булгари Аква. Да, да. Кенза на втором будет. На втором месте? Да, да. Ну, потому что интересный флакон. Мы идем сверху. Я еще хочу попробовать, как его держать в руке. Тоже прикольно. То есть, он и держится хорошо. А вот это на третьем месте? Да, мне очень нравится тоже он. Сейчас, он поэтому... Прям прикольный. Ну, эти примерно одинаковые. Ну, хорошо. Спасибо. Для меня ни о чем эти оба флакона. Ладно. Давай перенюхивайся и подводить итоги. Давай. Итак, Армани Приве. О, он прям открылся. Слушай, ну это прям вот... Сейчас я ягоду прям чувствую. Да? Чувствую я? Ты знаешь... Чувствую я ягоду или нет? Я здесь чувствую с раскрытием какую-то... Ягодность может быть, но я чувствую и табак какой-то. Табак чувствую тоже, да. Причем табак такой сухенький. Такой вот, знаешь, немножко шершавенький как будто бы. Но вот вместе с этим табаком... Мне нравится. Почему это все не уходит вот в такую, знаешь, вот когда вот здесь вот шершавик. Не комок, а першит. Першит. Какой чешит. Почему не уходит? Потому что поверх этого я слышу какую-то вот, как ты говоришь, ягодность. А вот она как раз немножко с таким сливочным как будто. Подтоном. И вот это вот сочетание сухого табака и такого сливочного оттенка ягодного очень красиво сочетается. Мне нравится. Пока не говорю. Я давай все перенюхаю и потом... Стало нравится больше, чем больше? Конечно. Потому что сильно больше. Сильно больше. Сильно больше. Вот это я бы тоже уже нюхал. Это вообще кайф. Это прям вот деревяшка. А вот сейчас стало той самой деревяшкой. Помнишь, я тебе говорю? Такой подгорелый. Такой подкопченый. Я такую и хотел. Ты мне такую и заказывал, почему мне принесли не сразу? И ее пропитали вот какой-то горькой ванилью. Таким горьковатым ванильным сиропом. Да, я люблю вообще ванильные нотки. И в женских, и в мужских. Но видишь, ваниль... Потому что я понимаю сразу, о, ваниль. Но она бывает разная. Бывает кондитерская, как типа булка. Здесь же вот не кондитерская. Нет, здесь вообще не кондитерская. Здесь прям она чуть-чуть вот поверху так. Прям вот по этой деревяшке очень тоненьким. Нанесена. А вот этот классный, этот еще класснее. Хотя сначала было не так классно, как сейчас. Не так классно, да. И так, попью воды. Этот неплохой, но не производит такого прям вау-эффекта. Вот раскрытие. Остается приблизительно таким же, как и был. Примерно, да. Мне кажется, что да. Он хороший, свеженький, но он не удивляет настолько, насколько вот эти. Так, давай, Шанель. Так, давай, Шанель. Иди домой. А этот? Вот сейчас он больше женский стал. Прям сильно больше женский стал. Может быть, потому что на фоне этих? Может быть, может быть. Потому что, ну я его, вот как ты сказал тогда, что он с таким, с оттенком мужским, я его так и продолжаю чувствовать. Для меня он тоже без особого как бы там гиперраскрытия. Да, да. Как будто бы вот как был. Ну может, нет, он подраскрылся, конечно. Он стал как будто бы чуть-чуть поглубже, но неожиданно не изменился. Ладно. Ну и давай последний. Давай. Булгари. Своей водоросли. Я спрошу вас. Водоросли. Водоросли есть. И соль такая проявилась. И соль, да. Причем, знаешь, вот мне иногда эта соль напоминает, вот знаешь, бывает... Слушай, ну вот этот вот прям, он такой прям специфический. Он, во-первых, во-первых, не на каждый случай, и не на каждого нюхача, и не на каждую женщину. Не каждая женщина, мне кажется, оценит эти водоросли на тебе. А если мы говорили о дизайне флакона, то на первое место ты поставил дизайн Булгари Аква, и вот вся линейка такая в камушках, но разного цвета камушки просто. Вот. А если говорить теперь об аромате без относительно флаконов, то какой аромат ты ставишь на первое место, какой на второе? Сейчас давай, договори. А, ну все, я уже... На второе, на третье и так далее. Да-да-да. Смотри, вот это первое место, прям, однозначно, потому что он очень классно, безотносительно сейчас пахнет. Линари Анджела Дефюме. Да, он, во-первых, меня удивил, да, что он поменялся очень сильно, и сейчас он пахнет очень классно. Вот, это прям первое место. Вот это будет второе место, потому что он пахнет тоже, он очень сильно поменялся, и он пахнет прям прикольно. Прям здорово. Что бы это ни значило. Что бы это ни значило в моих устах, он пахнет прямо здорово, потому что сначала ты как будто бы, о, ягода, а потом, хоп, табачок. Да, и дерево немножко. Вот это, наверное, будет третье место. Третье место, это будет там, где-то там. Вот, а это, знаешь, как называется, помнишь, в спорт лото была такая фигня, льготный шар. Когда уже все шары выпали, но все равно на всякий случай, чтобы людям какую-то надежду дать, и еще один шар выкатывался, все равно никто не выигрывал, но это был льготный шар. Это вот такой как бы акцент на какой-то определенный-определенный случай для определенных-определенных людей. Он классный, но, блин, вообще очень-очень такой специфический. Ну, у меня есть... Его трудно как бы сравнивать со всеми остальными. У меня есть свои мысли по этому поводу, есть, что тебе противопоставить, но учитывая то, что сегодня мы слушаем твое мнение, я, пожалуй, промолчу. Да, пожалуй, стоит. И так я уже много раз не промолчал. Спасибо большое, Алексей Александрович, тебе за вот эту вот беседу. Что ты пожелаешь нашим радиослушателям в конце? Слушайте, я хочу пожелать вам, радиослушатели, чтобы у вас было... Радиослушатели в конце. Радиослушатели в конце. Я вам желаю, чтобы у вас было столько флаконов на все случаи жизни, сколько вам нужно. Чтобы у вас было много разных случаев и много разных флаконов, и каждый флакон соответствовал бы каждому случаю. А давай тогда пожелаем еще, вот я добавлю, чтобы еще была и квартира, и шкафы, где все это уменьшалось. Конечно. Да, это как-то подразумевается. Да. Да. Спасибо большое, что посмотрели. Берегите себя. Пока. Всего доброго.